Внимание! Эти слова для подданных Его Величества, королевы спорта, значит многое. Легкоатлеты месяцами готовятся, чтобы выйти на беговые дорожки. Сегодня стадион «Лабиринт» стал центром притяжения 120 спортсменов из Алтайского края и Республики Алтай. Турниры, посвященные антинаркотической профилактике, проводятся уже не первый год. И это отличный шанс юным и более мастеровитым спортсменам проверить, на что они способны. У нас в Алтайском крае давно действует межведомственная программа профилактика злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту. Проводится соревнования очень много по самым разным видам спорта. Там и футбол, и хоккей, и самбо, и дзюдо, и спортивное ориентирование. И вот очередь лета дошла до легкой атлетики. Беговые дисциплины и прыжки в длину. Больше мы здесь нет ни едра, ни высоты провести не можем. Но отберем команду, посмотрим сильнейших. Еще будет в этом году первенство России до 18 лет. Ну и вообще нужно для списков Алтайского края, списки сборной по разным возрастным группам детей осмотрим. Так как на этом турнире большинство атлетов из Бурнаула, именно они и были в числе первых. Что касается планов на будущее, сезон для легкой атлетики подходит к концу. Спортсменов отжидает чемпионат края в начале июля. И в середине этого же месяца легкая атлетика будет представлена на Олимпиаде сельских спортсменов в селе Родина. От индивидуального вида спорта переходим к командному. Женский клуб по хоккею на траве «Коммунальщик» на своем стадионе принимал действующих чемпионов Суперлиги Казанский Акбарс Динамо. Наши пропустили гол уже на четвертой минуте матча. Во второй четверти счет уже был 1-1. Однако окончательный счет достановили на табло именно гости, забив еще два мяча. Ответный матч между этими командами идет прямо сейчас на стадионе «Коммунальщик». И напоследок о футболе. Барнаульский темп, выступающий в третьем дивизионе зоны «Сибирь» на выезде, одержал тяжелейшую победу над Иркутским Байкалом. На 11-й минуте матча бордово-оранжевых вперед вывел Роман Сычев. Он забил свой восьмой мяч в нынешнем чемпионате. Больше голов болельщики в этом поединке не увидели. Упор был на начало матча, когда еще силы были. Поэтому первые 20-25 минут мы полностью уводили преимуществом. Создали 3-4 момента, к сожалению, только один реализовали. После этого немножко ноги подсели. Все-таки сказалось переход с настоящего поля на искусственное. Хорошо, что выиграли 1-0, сыграл матч на ноль с обороны. То есть тяжелая игра была во втором тайме, если трансляцию смотрели и вообще на матчи поддавили маленько Байкал у нас. Я считаю, что мы подсели просто не физически, а как-то, как даже можно сказать, морально. 10 игр темп сыграл в этом розыгрыше чемпионата. И пока занимает третью строчку. Следующий матч Бордово-Оранжевые проведут 25 июня в гостях против Новосибирска. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.